всех приветствую ну вот привезли партию убиенного швейного хлама на этом пока хлам потом будет все в рабочем состоянии тут вот педаль вообще помочь нечем и хозяйки говорит она работает каким образом она может работать вот в таком состоянии нету контактной группы ну ладно это я восстановлю сейчас не об этом так пмз 2м 90-х годов тоже тут единственная вот ручка нету гвоздь вставлен даже не гвоздь а какой-то винт болт так это мы тоже в сторону начну я с чайки в чайки что тут чайка гора железок аж 3 о тут и видать отверткой гнули но это в мусорку корпус челнока крылышко одно отломано тут ничего нет тут вообще поработали над ней изрядно это что так пытались шить на ней но радует что здесь стоит тур как мы видим тур и вот я говорю поработали тут аж прямо я не могу не показать эти народное творчество кто на что гораздо что тут ух ты как сюда бы нитка то проходил тут все наглухо как собирались шить я не знаю ну тут вообще даже даже не доли миллиметра зазора как сюда нитку собирались в общем сейчас это все достаю и разбираю что там осталось от родного меня таких регуляторов нехватка просто-напросто ага здесь лежат заботливо две тарелочки штатная все сейчас будем восстанавливать отвертку это шил смысл а вот это вот этой городьбы не вижу да тут еще ко всему прочему нет шлица я как буду откручивать у меня все больше и больше непечатных слов отломили пытались отвернуть вообще караул только высверливать я к этому и готов был ну ничего страшно сейчас на керню высверлю сейчас я вытащу уже вот это все что осталось до нет слов нет слов от этого народного творчества о так тут конец этому регулятора я так понял тут обломана вилка вот это все еще это вот влёк остатки регулятора регулятора но в смысле не новый но надо от него ничего нет не осталось так сейчас я сквозное отверстие сделаю по новой нарежу резьбу для винта фиксирующего вот что осталось от винта но главное его извлёк остальное дело техники так а тут по ходу резьба еще целая о резьба по моему сохранилась сейчас попробую что-то подыскать новый винт до резьба целенькая я аккуратно его удалил вот это тупорилость этих домашних не буду говорить кого с попой с золотыми руками ключнями своими вот как они сюда залезли все на машине можно ставить крест вот это что это вот регулятор они просто-напросто уродуют машину уродуют я не могу понять чем не устроил штатный привод что могло с ним случиться что там вилка это было напополам вывернута ну то что она была вывернута видать отвертку он пытался выкрутить оттуда ну там же все зафиксировано ну короче винт я подобрал все теперь надо поставить регулятор работает и причем что самое интересное вот этот умелец который вот изуродовал регулятор он я более чем уверен не сможет внятно объяснить зачем он это делал конечная цель так сказать непонятно не зная устройство не знаю ничего вообще полезь сюда со своими паклями вот это вот я говорю уже не один десяток раз с этим сталкивался и для меня это загадка загадка зачем главное зачем ответа нет ну или вот вот это вот тоже зачем вот так крутить что ли за нее да вот эти рукожопы вообще блин вообще это враги народа враги швейных машин во всяком случае конечно же стоит вверх ногами вот эта шайба можно было даже и не говорить об этом так хочу тут я не понял резьба а зачем здесь резьба здесь резьба нарезана вот так вот да мне не показалось вот здесь резьба что-то тут навинчивалась сверху ну столько трудов столько трудов порою продолжая восстанавливать эту швейную машину бедную досталось ей стояла она очень долго годы не меньше может быть даже десятки лет пару десятков фигурная шайба тоже под замену тут вон ну такую я не буду ставить она тоже вся изуродована и а ну вот тут я так понял загибали усы я думаю что с ней не так вот видите били сюда зубилом или чем выгнули так 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 сейчас это надо открутить ты где она есть вот она не убрав рамку тут не подберешься механизм нити притягивателя вот так просто-напросто ослабла ослаб крепежный винт и все повылетало вот так все сейчас зафиксирую и можно на место ставить откуда не коснись везде что-то не то так ладно регулировать я буду завтра сейчас мне ее надо запустить вот эту педаль у меня уже сил нету восстанавливать поэтому я возьму исправную но это вот а тут отломано все крышка у меня вроде есть и вот это но тут на органа эту педаль только вот вот здесь вот эта часть у меня есть видите здесь еще как как будет ось крепиться везде вот везде вот эти щупальца побывали педалька пойдет на органы верхняя часть то хорошая все четко эти у меня есть если что можно собрать ну пока мне не до этого сейчас проверим работу двигателя ну 99 и 9 конечно что он работает я считанные разы видел туровские двигатели не не работающие ну как работающие ног на издыхание чтоб несколько видел убитых в основном педали вот здесь слабое звено завтра завершу восстановление чайки 134 а но это видимо ссср ссср поздний судя по электроприводу может начало 90-х все до завтра и 2 тут как я говорил сломан корпус челнока но тут же я нашел еще один вот я сейчас его привожу в порядок вот этот челночок вроде ничего только он ну надо его обработать чем я и занимаюсь потом отполирую и будет хорошо все двигатель тоже переберу он что-то свиристит до выпуск девяносто первых седьмой месяц девяносто первого самый конец ссср еще ставили эти моторы так его просто нету этого крепежа да живее всех живых ну не эксплуатировался когда эксплуатировать если это машина сломана была на владельцем причем не знаю ли кого куда-то в ремонт отдавали ну машина не работала практически чистенький электр щетки свиристели все сделал ну машина собрана еще при ссср так что не все потеряно с 90 конца девяностых начала нулевых не сравнить эти вот 134 эта машина будет работать и неплохо работать поверьте умелец куда-то не залез вот сейчас смотрю она шьет в обратную сторону машина это вот скрутил башку но сломано все что можно было сломать вот посмотрите она шьет в обратную сторону это вот сюда наверно лазил эксцентрик что ли провернул или там ну вообще нечто до 4 миллиметра только в обратную сторону а так все хорошо так все поехало как надо но что-то рейка задевает тоже тут смотреть надо как обрякает вот рейка вот она вот если поменьше сделать она перестанет поменьше строчку но тут четверка стоит и в крайнем положении задевает за сам корпус просто надо было вот здесь маленько ослабить и на себя тут есть небольшой ход все амплитуда изменилась чуть-чуть там буквально чуть чуть задевал все полностью стоит как мы видим на четверке ничего не задевает колпачок новый поставлю я вот недавно закупился ими вот чем не колпачок отличный и недорогой такое впечатление что машину ремонтировал человек который старался как можно больше вреда нанести вот кому мешало вот это колечко которого здесь нет главное винт стоит и хорошо хоть винт есть на два с половиной поискать еще на а вот этого колечка нити направителя нету выведительство нашел выгнул будет на месте стоять хорошо хоть вид не потерян не надо искать вот идет всегда поиски ничего-то недостающего времени столько отнимают вопрос зачем зачем его снять зачем кому мешал вот что скажу осталось отрегулировать строчку что-то сброс плоховато сломав дверь две иголки все добился отличной строчки а было что попало но это всегда так сейчас имеем вот такую прекрасную строчку вот это вот вот это частая которая утяжка у надеюсь это последнее вредитель станут нет резинки ну не могла же она быть без резинки это вот тоже кто-то снял чем помешало мелочь как подсветка провод он конечно тоже отсюда выру это такая мелочь как я сразу это не заметил я бы мог об этом и не говорить это само собой как сюда не залезть у меня уже просто матерки кончились просто смеюсь что ж машина готова вот к чему привела 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 попытка сделать эту шведную машину вот смотрите педаль в хлам в дребезги тут нету твои две самых главной запчасти контактной группы и пружины нет челнок поломан мусор это тоже искорежено вся изогнутая фигурная шайба регулятор на молекулы распался весь ну и тут по мелочи сами видели тут 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 к чему вообще вот это видео я снял я как увидел я сразу понял что будет интересно посмотреть думаю покажу вам не отдавайте кому попало ремонтировать и сами как попало не ремонтируйте если уж отдайте в ремонт и ну вот такого не будут ужаса этой машинки ждала участь только куда-нибудь лучшем случае на переплавку в худшем случае не знаю куда-нибудь все машина готова все в порядке всем пока берегите свои машинки еще раз и не давайте ремонтировать кому попало все